Маскусь, привет! Мишенька, с нами! Ну что, разберешь ту? Да, разберу ту, которая, возможно, для вас будет не та, а новая, но неважно. Значит, условия из предыдущего ролика, наверное, предыдущего, предполагаемого предыдущего. Предполагаемого предыдущего, но я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы он был предыдущим. Значит, условия. Дана доска N на M. Есть несколько закрашенных клеток. Значит, вот как-то закрашивают клетки в ней. Как в морском бою. Да, и их закрашивают как в морском бою, то есть никакие из этих клеток не касаются... Даже вершинами. Да, вершиной либо по стороне. Как в фильме Фантомас. То есть вот тут есть вот такая зона, которая ничем не заполнена. Вот. И нужно, что нужно? Нужно построить такую конструкцию, что... Закрасить еще несколько клеток. Ну, допустим, мы как-то вот так закрашиваем, закрашиваем. Так, чтобы, во-первых, у нас получились связанные компоненты. Да. Ну, допустим, вот так получается. Связанные, значит, ну, вот так мы можем просто добраться. Короче, дерево должно получиться. Да. Если мы ходим по стороне, соответственно. И, во-вторых, в нем не должно быть циклов. То есть, если мы, например, тут закрасим вот эту, то у нас будет вот такой цикл. Все, нужно сделать дерево. Ну, а если вот это, то, например, вот такой цикл. И вот такого быть не должно. Значит, просто делаем дерево, действительно. Вот. Ну, наверняка есть много способов решения. И, наверняка, а, некоторые из нас, вас ее недавно видели на Codaforses. А, Codaforses, да? Да, это цикл программирование. Значит, какой алгоритм решения? Air forces. Какой мой алгоритм решения и самый простой, наверное. Air forces. Военно-воздушные силы. ВВС. Значит, возьмем наши клетки. Вот они тут как-то были. Ага. Вот. Что мы сделаем? Закрасим каждый третий столбец полностью. Начиная с нулевого. Да. То есть, вот так, вот так. Потом вот этот мы бы закрасили, если бы он был. Значит, пока что у нас получается... У нас получается все еще не связанная структура. Но, очевидно, мне нет циклов. Циклов, конечно. Нет. Вот. А теперь заметим, что заметим, что, ну, во-первых, все клетки вот тут мы закрасили, а во-вторых, все клетки, которые находятся вот в этом вот промежутке, они присыпляются либо вот сюда, либо вот сюда. Цикл должен был быть либо здесь, либо здесь, он должен был вылезать за этот предел, а здесь нет рядом. Если бы был цикл, то, соответственно, у нас, собственно, было бы две клетки рядом. Вот. Значит, каждая из вот этих клеток, она подцепляется как бы к одному из вот этих вот вертикальных полос. Кроме последних. Ну, кроме, возможно, вот этого ряда. Ну, теперь что мы сделаем? Во-первых, в последнем ряду мы просто подцепим вот эти клетки вот так. Все, которые есть. Да. Значит, почему это корректно? Потому что вот в этих клетках у нас ничего нет. Никого нет. Ну, значит, если мы вот это закрасим, то у нас все еще тут никого не будет и, следовательно, циклов не будет. Так. Ну, это не очень строго, но понятно. Что сделать? Вот. А дальше, соответственно, мы хотим соединить вот эти вот штуки. Ну, мы что сделаем? Если у нас тут есть хотя бы одна клетка, то мы просто проведем вот так. И по той же логике, что вот здесь, у нас вот тут клеток нету, поэтому она ни с кем не замкнется. Но уже не все, а только одну. Да, ровно одну, чтобы она просто соединилась. А если тут клеток нет, то мы просто поведем любую, ну, условно, самую верхнюю. Да. И просто соединение. Все, дерево. Вот. Оно есть. Круто. Очень красивое и короткое решение, но его придумать сложно. Придумать, я не знаю, да, как это вообще сочинять такие вещи. Ну, нет, ну, типа, за полчасика понятно. Ну, видимо, да, ты вдумываешься, да, постепенно. Одна идея, другая идея, третья идея, четвертая, постепенно как бы идеи, да, кристаллизуются в решении. Так, собственно, с любым происходит. Ну, бывает, что как блеск молнии сразу что-то прилетает. Ну, да. Вот. Теперь, соответственно, я хотел две задачи разобрать. Тоже со сборов, которые тоже у нас были. Продолжаем эксплуатировать. Надеюсь, меня преподаватели. Но они уже взяли, насколько я понимаю, на следующие сборы, так что ничего страшного. Вот. Значит, задача. Давайте обозначим за d от n количество различных простых делителей числа. Это будет информатика или математика? Это по информатике все. Вот это уже все по информатике. Прошлая задача была по информатике. По информатике, я не помню. Количество различных. Различных. Простых делителей числа. Простых делителей числа. Спрашивается, конечно или бесконечно, ну или, соответственно, нулевое количество таких пар, что d от a b равно d от a плюс d от b. d от a плюс d от b. d от a плюс b равно d от a плюс d от b, да? Да. И вот эта штука больше, чем 10 в сотой. Ох, на гиа-бц гипотезу она похожа. Да? Да. Там тоже про количество тех или иных делителей числа a плюс b. Ну, у тебя все задачи похожи. Да, вот эту гипотезу. Так, дай подумаю. 10 плюс 7. 17. 10 плюс 7, тем временем 10 в сотой. Я понимаю, нет, это я хочу пощупать. То есть, нужно, чтобы у a плюс b было до хрена простых делителей, да? До хрена. Сейчас, дважды, трижды. Ну да, это очень похоже на a плюс b, конечно, гипотезу, да? То есть, там, 25. Ага, 25 плюс 5. Ой, нет. Фиг. Так, 25 плюс 10. Опять фиг. Так, сейчас, 20. 20. 20-20? Сейчас, я хочу 8. Устарел, папа. 20-21 надо. Сейчас. Так, 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 так. 16 плюс 14 равно 30. Это, соответственно, 16 плюс 14. Это 3, это 2, это 1. Нет, не так. 16 это 2. 1 плюс 14 это 2. Равно 33. Это правда. Знаешь, бывает. Такое бывает. Очень хорошо. Теперь нужно, чтобы этих простых делителей было очень, очень... Да, чтобы не возникало вопросов, да это домой, это 0, понятно. Естественно. Так, а если каждый из них на что-то делится... Они обязательно простые или нет? Нет, любые. Любые. Так, то есть, если я домножаю на P и A и B... Да. А... Ну, которые, соответственно, в них не было, да? Да. То у нас D от A плюс B у нас плюс-плюс. Да. А D от A плюс D от B... Просто плюс. Плюс равно 2. Сбиваемся, да. Вот, то есть тут увеличивается на 1. Это если P еще не было делителем. Да, это... Я могу сказать, что это помогает. Плюс равно 2. Ну, на 2 увеличивается. Нет, здесь же на 1. Нет, здесь на 1, здесь на 2. Да, тут... Если мы берем P, которое не являлось делителем ни A, ни B, то, когда мы домножаем A на P, то у него становится на 1 больше простой делитель, или вот тут на 1 больше простой делитель? Ну, естественно, тут тоже на 1 простой делитель. Да, здесь на 1. Значит, тут плюс-плюс. Ну, короче, да. Плюс-плюс это как бы дик... Инкремент. Ну, неважно. Мент-инкремент. Так, теперь внимание. Если я еще подомножаю, то я могу... То есть мне стартовать надо с ситуации, когда это сильно больше. Да. Да, если ты возьмешь вот это число больше, чем вот это, то поднимая, подомножая, мы можем провести их равенство по непрерывности. Да. Да, но ты сейчас, кстати, прямо придумаешь решение на ходу. Да. Значит, A равно 2 в кат, и B равно 3 в кубе. Ой, 3 в вельте. То есть мы хотим, чтобы D от A плюс B было больше, чем D от A плюс D от B. Да. Ну и совершенно ясно, что... Хотим. Сумма двух степеней, по крайней мере, не делится ни на одну из них. Да. Доследовательно... Ну, простых чисел. Да. Так. И что? Ага. Хотим. Значит, 2 в кат и плюс 3 в вельтой. Здесь двойка, а здесь... Ну, сколько делителю 2 в кат и плюс 3 в вельтой? Хрен их знает, да? Хрен их знает. Вообще непонятно, мне кажется. Вообще непонятно, да. Так, а у 3 в кат и плюс 5 в вельтой уже, по крайней мере, двойка вылезает. Да. Это логично. Если КЛ натуральный. Так, подожди. Стой, 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 стой. Мы сейчас пятерку тоже организуем. Какой цикл у двойки по модулю 5? 1, 2, 4, 3. 1. Это ты степень у вас боишь? Да. 5, 20. Сейчас. Это пятерка по модулю 3? 4. 25. 2. 1. Сейчас, подожди. 5 по модулю 3? 2 в кат и по модулю 5. А, 2 по модулю 5. 3 в кат и по модулю 5. Все, смотри. Да, логично. 2 в степени 2р плюс... Так, 4р плюс 2 плюс 3. Нет, 2. Я взял 2 зря. Дай лучше вот это тройка, 3 в кат и. А это 5 вельт. Ой, 7 вельт. Все. Интересно. Вот 7 вельт. Один. Так, ну 7 вельт это все равно что 2 вельт. То есть это 2, 4, 3, 1. Все. 7 в степени 4к плюс 2 плюс 3 в степени 4р плюс 2. Это что? Делится на 5 всегда. А на 2 это делится всегда. Значит, я родил здесь уже 2 простых делитель. И ты так хочешь набрать 10 в сотый плюс 1. Нет, дальше я же буду прибавлять, я же буду умножать на P просто. Но если ты умножаешь на P, у тебя разница сокращается. Ну, если ты слишком много умножишь на P, то у тебя вот это станет больше. А, Жора. Ладно, тогда я, наверное, расскажу решение. Да, ну то есть так не получится, да, Витя? Ну, возможно получится, но я не знаю как. То есть я бы взял там очень-очень много простых чисел. Да. Запустил по каждому цикл и нашел просто вот какие-то, ну вот, какие-то, чтобы при суммировании у меня получился ноль по всем этим простым. Ну да. И потом поднимал, поднимал, поднимал число делитель. Ну, возможно, это работает, но мне кажется, это сложно. Ну, это, наверное, сложно, да. Это моя любимая арифметика. Да. Значит, а что сделал я? Ну, ответ, что бесконечно, да? Ответ? Ну, ответ, что как минимум существует. Нам как минимум этот бы доказать. А потом уже можно подумать про бесконечность и небесконечности. Вот. Значит, как я рассуждал? Я захотел взять D от A плюс B, чтобы оно сразу было больше, чем 10 сотый. И тогда бы у нас не было проблемы, ну тогда бы, если у нас вот это было бы меньше, то мы бы уже выиграли. Ну да. Вот, то есть что мы хотим? Дважды, трижды, пятью, семью. Да. Мы хотим, что D от A плюс B, оно больше, чем 10 сотый. Да. И еще, что оно больше, чем D от A плюс D от B. Да. И тогда мы выиграли. Да, тогда мы выиграли. Почему? Потому что мы просто берем каждый раз простой, который не входит, домножаем, у нас вот тут разница сокращается и в конце концов будет. Ну, мы, правда, только одну получим, но если мы ее теперь сделаем больше, чем 10 тысячный и так далее. Ну, мы можем домножать на разные простые и получать разные. А, ну да. Ну да. Явно бесконечное. То есть, короче, если мы найдем хотя бы одно такое число, то мы что? Мы домножаем на какое-нибудь простое и сокращаем разницу до нуля. А потом мы просто меняем простые, на которые мы домножаем и получаем бесконечное число. Очевидно. То есть нужно найти ровно одно такое решение. Вот. Ну что, дважды, трижды, пятью и так далее? Да. Ну, а теперь что я хочу? Значит, мы возьмем самое элементарное. А плюс B это первое простое, на второе простое и так далее. На 10 сотый плюс первое простое. Так. Вот. И что мы теперь хотим найти такие A и B, что у них сумма меньше. Да. Вот. Но с чем удобно работать? Удобно работать, когда D равно нулю. Когда кто? Когда вот эта штука, одна из них равна нулю. С этим удобно работать. Единица, в смысле? То есть мы можем взять B, равное одному. Давайте попробуем, возьмем B, равное одному. Да. Тогда у нас получится, соответственно, A, равная вот этой штуке, минус один. Да. И, значит, D от B это ноль. Да. А тут число уже больше, чем 10 сотый. Значит, нам нужно доказать, что D от B A на самом деле будет меньше, чем вот эта штука. Да. Но как это доказать? Это доказать легко. Тут у нас вот все эти простые, они уже не входят в A, потому что тут у нас минус один. Да. Ну, тогда туда входят простые, типа 10 сотый плюс 2. Ну, короче, если мы возьмем просто 10 сотый плюс 2, 10 сотый плюс 3 и так далее их произведения до, соответственно, сколько там? До 10 сотый. А, слишком до хрена, да? Плюс 4, да. Да, то вот это число будет слишком, ну, это число будет явно больше, чем вот это. Да. Ну, собственно, потому что вот это число уже больше, чем 2 на 3, 6. Ну, короче, понятно, строго я не буду делать тут на 2. Ну, да, да, очевидно. Вот. Ну, соответственно, отсюда мы получаем, что D от A меньше, чем D от A плюс B. Она каждый раз сокращается на 1, значит, она обязательно пройдет 0. Офигеть, офигеть, да, да, офигеть. Да, офигеть, действительно непрерывная. И в этот момент у нас, соответственно, все еще будет 10 сотый, больше, чем 10 сотый, потому что тут у нас прибавляется. И меняя вот эти P-шки, на которые мы домножаем, мы можем получать бесконечное количество. Офигеть, да, круто, круто, вот это вот это крутяк. Интересно, можно ли моим методом добить, запустив цикл по-разному простым? Ты, конечно, можешь попробовать. Да, да. Так сказать, тренируем руки, качаем руки. Качает музяка. Вот. Это первая задача, которую я хотел сказать. Вторая задача про углы. Значит, условия, да, я уже папе сказал условия. Да, я уже сразу сказал ответ, но действительно она требует доказательства. Но никто не знает, верный ответ или нет, я тебе не говорил. Да, да. Итак. Папа сказал ответ, но этот ответ может быть неверный. Да. Итак, да. Условия. Условия. Даны. Углы. Даны углы на плоскости. Вот они как-то располагаются. И мы знаем, что их суммарная градусная мера. Значит, суммарная. Градусная. Мера. Тут лишний S. Градусная мера строго меньше, чем 360 градусов. Вот. Вопрос. Можно ли покрыть плоскость так? Возможно ли ими покрыть плоскость? В пункте А, если их конечное число, и в пункте Б, если их бесконечное. Так. У меня за это время родился целый ряд соображений. Нажимайте на паузу. Вот, значит, можете думать. Условия вроде понятные. А я, кажется, придумал решение для пункта А точно. Ну, оно, да. Да. Рассмотрим все вершины всех углов, если получилось. Да. Их, конечно, не число. Заключим их в какую-то окружность. И отойдем от не очень-очень-очень-очень далеко. Да. Тогда ощущения ровно такие же, как если они все в одной точке нарисованы. Ну, типа. И тогда вдали видно, что не вся окружность 360 градусов. Ну, это, конечно, решение. Но его никто не примет. Но оно сам верное, да? Ну, да. То есть, по сути, оно, да. Оценивать в рамках этих прямых. Значит, это было рукомахательное решение от мамы. Ой. Я хотел сказать, от мастера. От мамы, кстати. От папы? Да, про бесконечное у меня тоже есть идея. Но я не понимаю. Сейчас, давай сначала про... Ладно, давай, да. Значит, бесконечное, как я делаю. Давайте возьмем... Вот у нас... Давайте вот это обозначим за ноль. Да. И вот тут у нас будет 2π. Да. То есть, мы вот так углы наклона посчитаем. Значит, у нас каждый угол — это какой-то отрезок углов наклона. От альфа до бета. Да. Вот. То есть, каждый угол кодируется вот таким отрезком углов наклона. Да. Значит, если конечное число, то, что мы хотим сделать. Вот у нас есть отрезок всех возможных углов от нуля до 2π. И мы знаем, что вот суммарная сумма по вот этим отрезкам, она меньше, чем... Ну да. ...2π. Значит, значит, вот это отрезки есть точка х, которая не покрыта. Да, наклон. Какой-то наклон, который не участвует ни в одном из... Вот. Да! Когда он выбивается из всех. Но теперь, ну, во-первых, сначала перенесем все углы в ноль для удобства. Тогда у нас все углы либо они слева от него, либо они справа от него. Да-да-да. Ну, вот теперь перенесем обратно и видим, что он выбивается. Ну, а если мы их перенесем обратно, то он просто вот так как бы отодвинется. Пересекает каждый. Ну, вот он летит в бесконечность. Входит и выходит, как у питочка. Да, значит, если мы вот это перенесем обратно в его точку куда-нибудь вот сюда, то у нас вот эти прямые все равно будут пересекаться, потому что они не параллельны. Все очевидно, да. И вот в этой точке у нас уже... И в конце концов мы выйдем... А так как угла в конечное число, то, соответственно, эта точка, она будет удалена на какое-то конечное состояние. Это круто, круто и очень красиво. Я бы добивался этими дурацкими эпсилонами, оценивал. Ну, это понятно, можно довести до уматого решения, но это... Так вот, у меня появилась идея, но я совершенно не понимаю, к чему она приведет. Давай, для бесконечного. Да. Вот смотри, берем угол, кладем его. Да. Он покрыл вот то, что здесь. Теперь я беру вот эту точку, да, я хочу ее покрыть. Следующий угол берем, он там вот такой какой-то. Я ее покрыл. Берем следующую точку, опять покрываем. Так как у нас каждый раз остается еще какой-то угол, то вроде как все точки покроем. Ну, ага, то есть ты хочешь сделать так. Ну, не знаю, то есть... Сейчас я понял. Это ощущение, что это можно сделать, уведя вот эти вершины. Ну, ответ да, это можно действительно сделать. Хотя изначально твой ответ был, что нельзя, я помню. Да, да, я вот поэтому... Я так понимаю, ты хочешь сделать вот такую штуку. Значит, сначала вот так, потом как-то вот так. Ну, да, да, постепенно. Потом еще более пологий, но более далекий. Носы, вытягивая носов, да, постепенно. Так, чтобы вот эти точки, они постепенно... Росли вверх. По любой прямой это до бесконечности росло. Теперь нужно просто подобрать параметры задачи. Да, ну, в принципе, это почти решение, на самом деле. Ну, у меня очень похоже. Это офигенно, что это можно сделать, это просто офигенно, да. Значит, какое решение? Давайте, что сделаем? Давайте возьмем, во-первых, вот такой угол, который покроет вот все вот здесь. А, ну, то есть вообще такой здоровый... Это 270 градусов. Вот. А теперь мы хотим покрыть вот этот угол. Да. Ну, хорошо. Давайте пойдем по вот этим точкам по оси Х вверх. Значит, вот у нас точки 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и так далее. Значит, сначала возьмем угол... Ну, короче, четверть. Допустим, да, 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 даже Х возьмем. Да. Возьмем угол Х вот тут. Да. Вот. Он покрывает вот так. Так, теперь отойдем вот сюда и возьмем угол Х пополам, такой, что он покрывает вот эту точку. Да. Вот тут Х пополам. И он покрывает точку 1. Потом отойдем еще дальше вот сюда и возьмем такой угол Х на 4, ну, возьмем угол Х на 4, так, чтобы он покрывал уже вот эту точку. Тут почти параллельно будет. Да. Вот. И он где-то вот тут. Они каждый раз будут пересекать вот эту прямую, потому что они, очевидно, не параллельны. И это самое. Вот. И мы каждый раз будем замощать какую-то новую точку. И вместе с ней все вот это теперь. Да, но при этом, если мы хотим замосить вот такую точку, мы опустим перпендикуляр. Да, тут совсем очевидно, да. И все, собственно. Круто! И совершенно ясно, что все так. Да, и, естественно, их суммарная красная мера – это будет х пополам. Если мы возьмем х, это 1 четверть, то у нас будет половина вот этого. Да, то есть кажется, что предел 180 у этой картинки, да? Потому что можно вместо такого взять вот такой, наверное. Ну, хотя хрен знает. Ну, это не суть. Ясно, что 270 – это уже предел. Ну, я, кстати, про это подумал. Ну, 270, но у меня в решении, соответственно, сколько там, 315. Ну, да. Ну, кстати, вот это можно не брать. Вот я и думаю, что 180 предел. По сути. Но вообще интересно, для любой суммы углов это можно. Ну, я, кстати, тоже про это подумал в метро, но у меня уже не очень было времени. Ну, моя картинка дает, что вроде для любой, просто очень далеко у нас продвигать. Ну, наверное, да. Может и да. Может быть, действительно с какой угодно малым суммарным углом можно замостить. Да, офигенно. Может быть, и нет. Круто. Вот. Но у меня, кстати, на сборах было решение гораздо сложнее. Ну, не гораздо сложнее. А, ты потом, да, придумал это? Ну, вот это, которое мы отступаем вот по этой оси, я придумал уже в метро. А на сборах я отступал вот по такой параллельной оси. Угу, угу. Не знаю, зачем. Да, здорово. Ну, слушай. Значит, это задача про углы. И, собственно, все. Значит, только задачу бонус сейчас дам. Она в этот раз тоже со сборов в математике. Сказки. Тысяча и одна ночь. Еще одна задача на следующий раз. Да. То есть, нет, тут разобрали. То есть, очередная задача на следующий раз. Да. Вот, значит, как она выглядит. Это уже задача по математике, по честной математике. О, давай. Ну, она, по идее, несложная. Давай. Вот, значит, есть 3 килограмма сыра. О, белорусский пармезан. Играют, значит, действует в магазине акция. Какая? Что если покупатель разобьет этот сыр, разобьет, разбить на 4 куска. Так. Вот покупатель разбивает сыр на 4 куска. Так. Вот эти 3 килограмма. Да. Да, 4. Дальше продавец выбирает. Вот у нас есть какие-то 4 куска лежат тут. Ага. Продавец выбирает какое-то подмножество кусков. Какие-то 2 подмножества кусков, не пересекающихся. У него есть весы. И он кладет одно множество вот сюда, а второе множество вот сюда. Так. Значит, вот сюда одно из множеств, вот сюда второе. И, значит, они показывают какое-то неравновесие. Да. Значит, действует акция, что продавец должен доложить на какую-то из чашек сыр так, чтобы получилось равновесие. То есть, если, например, тут вес условно 3 вторых, а тут вес 1 вторая, то продавец должен доложить вот сюда вес. Еще килограмм сыра. Еще килограмм сыра, чтобы было равновесие. Только так не будет, потому что в сумме 3, то есть 5 вторых, 1 вторая. Нет, он не обязательно выбирает все. То есть, он может вот этот кусок, например, оставить, вообще не брать. А-а-а. Под множество. То есть, он выбирает какое-то под множество вот на это, какое-то под множество на вот это. Они, очевидно, не пересекаются. И у нас еще какое-то оставшееся под множество остается. Офигеть. Вот. И вопрос. Значит, вот этот кусок сыра, который он докладывает, достается бесплатно. Вопрос. Какое максимальное количество сыра при оптимальной игре обоих покупатель, который разбивает на 4 куска, может тебе гарантировать? Да, это напоминает. У меня есть один подписчик, у которого есть магазин. О. У него продается это самое. Ну, может, и не один, да. Но у него есть, значит, у него продается всякие инструменты, техника. И он, а при входе лежат книги по математике. Тетрадь и ручка. И когда покупатели говорят, что-то дороговато, он говорит, если решите задачу, будет гораздо дешевле. А иногда дает бонус задачи на бесплатное приобретение товара. Вот эта задача. Да, но адрес он просил. Используй. Адрес, как я понимаю, просил не давать. Да. А то сейчас подвижники его разорят. На бегу ты разорят. Не поспоришь. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот такая задача. Здорово, да, здорово. Как разбить оптимально для себя, чтобы, независимо от действий продавца, довольно много пришлось ему докладывать. Да. Ну, то есть, например, первый кусок не очень маленький. Иначе он просто возьмет на одну ноль, а на другую этот кусок. Да. Да. Да, с другой стороны, не одни, два. Ну, я могу сказать, что на самом деле ответ очень маленький относительно трех килограмм. Очень маленький, да? То есть, при правиле для продавца. Ну, да. Достаточно маленький вполне себе. Да, я бы так сказал, что такое у нас 16 разбивок. Так, 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 так. 16 разбивок. Ну, после четырех кусков. А, 8. Мы как бы красим их в три цвета, получается. Но, правда, они симметричны немножко. В три цвета, но единицы и двойки эквиваленты. Вот, это задача бонуса. Ну, да, это очень интересно, да, это интересно, пока не очень понятно, но я думаю, что грамм 100 в трете будет. Ну, это так, мое такое, blind guess, что называется. Ну, в принципе, довольно близко к этому. Довольно близко, да? Ну, решайте! Решайте! Вот, удачи! От культ привет!